итак друзья давайте сделаем salsa verde то есть зеленый соус я хочу вам сказать что это наверное один из старейших соусов вообще на нашей земле который на сегодняшний день сохранился и пришел в нашу современную кулинарию серьезно да ему наверное около 2000 лет свое начало он берет на востоке в те времена когда еще были легионеры римская империя вот именно эти солдаты бравые итальянские завезли этот соус который готовился на основе пряных трав измельченных с уксусом солью и оливковым маслом конечно существует масса вариантов на сегодняшний день добавлять туда и анчоусы и огурчики и ну и тому подобное каперсы и вот с тех пор этот соус начал двигаться по европе сначала это было италия потом германия франция и так далее так далее на сегодняшний день зеленый соус соус verde практически используется во всех ресторанах пучок базилика хороший большой пучок петрушки и укропчик все это мельчим в мельничку с оливковым маслом и делаем пасту salsa verde будет храниться в вашем холодильнике не менее двух недель вы можете добавлять ее в лапшу в картофель до партишки вообще блюдо если вы готовите рыбу это будет незаменимая вещь вот отличная точность правильно правильно моя хорошая оливковое масло чуть 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 уксуса винного уксуса это у нас каперсы столовая ложка корнишоны соленые огурчики столовая ложка я добавляю немножко жидкости от наших корнишонов кстати вот это испанская марка идеальная вот рекомендую вам ребята очень очень вкусно я чуть чуть-чуть где-то пару столовых ложек еще оливковое масло нам нужно добиться чтобы у нас с вами получилась паста оливковое масло идет достаточно много в среднем полстакана около стакана пойдет но ребята как иначе оливковое масло полезная здесь зелень добавляем сюда несколько филе так анчоусов можно добавить сюда жирок от анчоусов два зубца чеснока немножко соли еще оливковое масло в итоге около стакана короче говоря ребята вы добавляете немножко жидкости такие как уксус допустим мою воду от корнишонов и вы смотрите салса не должна быть слишком жидкая но и сухой не нужно да это должен быть типа пасты но вот это красавица я попробую прекрасно зеленая она идеальна ребята идеально со стейком с курятиной свининой рыбой морепродуктами вот сегодняшним нашим рисом это идеальная идеальная специя вы можете готовить такую салсу на праздничный стол и ставить рядом с различными аджиками вот нашими чили джем вот это салса в эрдер допустим чесночный майонез ну и так далее так далее все это будет хорошо используется практически со всеми блюдами которые на вашем праздничном столе поэтому мы салсу на поставленные футболки и несколько нигде все. 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 Продолжение следует...